Я все как-то о главном забываю сказать, что их тактика это не доводить дело до суда Если вдруг есть такая угроза, что информация попадет в суд и суд вынужден будет ее рассматривать То они сразу резко возвращают пособие, выдают свой свайс, новый ресепсион В общем идут на попятную Только поэтому они формируют виртуальную реальность Их реальность должна быть белая, пушистая, вот их задача Если не удалось беженца уничтожить, мучили его, издевались над ним, пугали его, лишали пособий, жилья Если его, например, как вчера я оцифровал беседу свою с ассистентом психиатра в Медревиле, в Нанси Она мне убеждала, что вот этот начальник Худуарс, который надо мной издевался Который довел меня до слез и над этим он смеялся Вот если коротко Если коротко, то это садизм И ведь он дал мне понять, что они мне никак не будут помогать, а наоборот И когда я увидел, что это не люди, а что эти существа, они призваны мучить, издеваться и выгонять, и лишать, выгонять несправедливо Подставлять, провоцировать и потом выгонять за свои же провокации Когда я увидел, что это за существа, конечно, у меня началась депрессия И когда я рассказал об этом этой Таренбауме, ассистенту психиатра, она мне сказала Ну это нет, это не преступление, это не просто строгие такие с беженцами Ну тогда я ей привел пример с мальчиком, семилетним, в обкуренной комнате с пьяными родителями Я, конечно, очень сомневался, стоит ли звонить 112 службы спасения, да, насчет мальчика Ведь могут и навредить, но потом я подумал, ну тут же есть соцработники, тут же есть какие-то специалисты, которые правильно поступят, которые пожурят эту семью Они же не могут родителей лишить этого мальчика, мальчика родителей за это Мало ли что там было, может быть у них горе какой-то, может нервный срыв Но мальчику надо помочь Мальчик не может находиться в обкуренной комнате с двумя пьяными взрослыми Это ненормально Но как оказалось, никто не приехал, никто не поинтересовался И Толенбаум мне сказала, ну полиция на шум не приедет Что этот мальчик кричал, я пришел на крик Да при чем тут шум? Вот они все извращают И она мне пыталась все время убедить, что вот это не преступление А вот это на шум полиция не приедет Все время пыталась извратить все и чуть ли не зазомбировать меня, что я дурак А вот мы вам припишем таблетки, если вы таблетки не будете принимать, то это не будет типа сотрудничества То есть я понимаю, что этот человек специализируется на том, как нейтрализовывать беженцев Как из нормальных здоровых беженцев делать таких психов, которых потом удобно выслать Просто удобно выслать И вообще психиатрия это такая штука без суда и следствия А психиатры до того обленились, что они говорят Вот Малярд в Эрштайне под Страсбургом, где я был После 40 дней в лесу голодовки Она мне говорит, а это мое мнение просто Я ее спрашиваю, ну почему? Объясните, почему вы мне поставили диагноз алкогольный делирий у меня сейчас? Почему вы меня лечите от алкогольного делирия? От паранойи вы меня лечите? Я же ведь предоставляю вам ксерокопии подделанных, допустим, юристами документов Я же предоставляю объяснение, что вы подделали журнал наблюдений в вашей психушке Что вот беседа, записанная мной на вот этот же телефон Я ее расшифровал Почему вы ее исключили? Эта беседа была из переводчика Через переводчика, через русскоязычного Почему вы ее исключили из журнала наблюдений? А свою включили беседу, которая с вами была И без переводчика, на ломаном вашем английском языке Мой английский язык был лучше даже, чем ее И беседа была очень короткая И там ей нужно было задать лишь определенные вопросы Чтобы на их основе сделать фальсификат То есть они действуют очень грубо Очень прямолинейно И очень так лениво, что их очень легко опровергать Если бы добраться до суда Но до суда мне тут за год Мне не только до суда добраться не удалось Мне не удалось добраться ни до одного Объективного теста психиатрического Я прошу не их мнение, которое они просто взяли Карательный диагноз австрийский За основу И вот они просто его как бы продолжают здесь Вот и все Я прошу их, пожалуйста, тесты проведите Опросники там Проведите Нет у меня никакой паранойи Откуда ей взяться паранойи Если я патологически верю вам Я вам верю Я прихожу, все вам рассказываю Я вам верю Потом, когда вы просто нагадите мне И когда вы документы фальшивые изготовите Вот адвокаты, да? Тоже я верил адвокатам Верил патологически Просто верю людям Я уже вижу, что они против меня Адвокаты действуют Они действуют Они стали на сторону моих мучителей Адвокаты И в суде пишут адвокаты Что я бомжаром махровый тут Ну, брат про меня говорил Что я бомжаром махровый Когда ему мать квартиру отписала Понятно, что он бы мог меня прописать К себе в Волгограде И я бы по закону И у меня был сертификат Я бы стал на жилье И получил бы через год-два жилье А он не хотел Он думал, мать умрет Вот в течение этих года-двух И тогда я не буду пропадать У меня будет адрес Мне будет сюда, куда-то бумага придет И вот он Ну, у каждого есть свой мотивчик Вот, у этих мотивчик такое Что я хочу жить Я якобы хочу жить Вот в лесу здесь, да Четвертую зиму Потому что мне это так нравится, да А вот в Крыму я счастливо себе Жил в квартире Снимал квартиру И писал монографии, да Вот Ну, понятно, что быдло Оно не оценит монографии Оно даже не знает быдло Про что эти монографии Вот Так что Вот у них Тактика такая Не доводить Вот в их белую пушистую бумажную реальность Виртуальную реальность Настоящую реальность Потому что настоящая реальность Вот она Вот она, грязь Это грязь хорошая Это не грязь вообще в природе Да Если у нас хороший иммунитет А грязь Они создают грязь Я им написал Вот Вчера Письмо отослал Везде и в офис И там и везде И вот Софья Мне пришла сегодня утром СМС-ка Что мне Начали деньги Перечислять И видимо я получу Все что с апреля Мне они должны То есть положено Половину денег Я конечно сразу отдам Я уже сказал Многодетной семье На адвоката Чтобы у них было Чтобы они не волновались По крайней мере Что у них будут эти деньги У них нет куда эти деньги Просто взять И накопить они не могут Не могут Вот просто не могут И все так вот платят Им тут платят На 8 человек 900 евро Что это Ну мне на еду Если нормально питаться Нужно около 120 евро Если нормально питаться Нормальные продукты Если конечно Невозможно кушать То что они дают Или просрочно У них животы болят Давно У них животы От этого всего болят То что они Что нам дают Это часто Очень просроченное Часто такое Что просто люди Не покупают Нехорошее Вот Так я все про тактику Да Тактика У европейских У властей Евросоюза такая Чтобы Друг другу бумажки Передавать С виртуальной реальностью И друг другу утверждать Ложь друг друга Утверждать И когда она в 3 раза В 10 раз В 10 раз Утверждена Всеми ими по кругу Вот они считают Что это правда На самом деле Правда Может быть известно Только от жертв От нас например Вот от беженцев Вот я эту правду Уговорю Но Вот удивительно Вот это все быдло Быдлу невыгодно Тоже правда Вот что удивительно Правда выгодна Только отдельным Отдельным мудрецам Которые хотят знать ее Правду А быдло Она тоже Ну никак не выгодна Потому что быдло Хочет там Денежку накопить Приехать в Европу И тут чисто так Пройти Чтоб у него душа отдыхала Аура такая хорошая Европа Гумана И тут за день Ему все Продадут И сделают И он уедет Отсюда счастливый Что здесь было Очень хорошо Вот И потом Как же это Хулить Европу Если Европа Подачки кидает Допустим Украинский форум Сейчас на украинском форуме Только пишу Я уже там Не общаюсь Уже перестал Но я только Публикую И то Лучше Наверное Туда В эту Пакость Туда не заходить Потому что Там одни микробы Микробы Это те Кто только мелкие дела Можут делать Люди Вот они там Только микробы Они даже не могут Никакой диалоги С ними вообще Возникнуть Даже не может По сути Вот они Про что-то Как сказать Ну как Ну как Слабоумные Вот ты ему Слабоумные Что-нибудь такое Расскажи А он тебе Блин Что-нибудь вообще Не про то Будет постоянно Не про то Ладно Так что Я сейчас Пожалуй могу Опоздать С протестованием Решения Овпры Потому что Блин Сегодня надо Вчера надо было Поехать в Касос Я письмо написал им В субботу Отослал Спросил когда к вам прийти Они мне не ответили Просто на это письмо Сегодня я пошел Сегодня закрыто Вот надо идти Теперь в четверг В 9.30 Что-ли у них В общем Пораньше Надо прийти Просто записаться А потом они еще И позвонят Назначить рандеву То есть Ну вот так Я могу пролететь С протестованием А там естественно Уже все Поэтому Я пожалуй По почте им пошлю В Касос Да-да Это письмо Чтобы у меня было Лидоресопсион Ну ладно Пока что все Субтитры сделал DimaTorzok